МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Регион 12 рубрика Территория возможностей. Рубрика тех, кто учат и учатся, и при этом открывает для себя новые возможности. Как стать специалистом международного уровня и при этом не уезжать на обучение за 3-9 земель? Учат ли в МРИЭЛ работать на современных станках с числовым программным управлением? А теперь обо всем по порядку. Оснащенный до зубов Центр автоматизированного машиностроения в ПГТУ уже около года. Активно используют и в учебных, и в производственных целях. Подобные станки с ЧПУ, то есть с числовым программным управлением, в регионах по Волжье еще поискать нужно. Оборудование дорогостоящее, американское и японское. Сейчас здесь работают больше для науки. Впрочем, уже поступали заказы и от предприятий, в том числе от Марийского машиностроительного завода. Этот фрезернообрабатывающий пятиосевой центр – настоящий силач. Способен обработать любые заготовки из стали, алюминия, титана, массы более полутора тонн. В ПГТУ говорят, автоматизация и роботизация современных производств – задача важная. Решив ее, экономика региона, да и всей страны, будет развиваться семимильными шагами. Научиться работать на подобном оборудовании – значит уже стать специалистом в области машиностроения куда более высокого уровня. Оборудование предназначено для обработки металла, а также пластиков и других материалов. Мы способны изготавливать самые сложные детали с помощью многоосевой обработки. Ну, например, лопатки турбин, ПДВ, ВНТ и так далее. На рынке сложилась ситуация, когда все больше и больше необходимо использовать автоматизированного оборудования для увеличения производительности труда. Поэтому функция человека на самом деле не исчезла при этом. В настоящее время промышленность нуждается в высококлассных специалистах, способных обслуживать именно оборудование с ЧПУ и более современные станки. Оборудование американской фирмы ХААС подразумевает под собой не только изготовление деталей, но и подготовку высококвалифицированных специалистов для станков с ЧПУ. У нас, кроме оборудования, есть симуляторы и специальное программное обеспечение для подготовки высококлассных специалистов. В Центре автоматизированного машиностроения разработали целые образовательные модули для тех, кто готов пройти обучение или повысить свою квалификацию. Каждый из модулей длится в среднем по 70 часов. Начинают с более простого – с обучения работы на универсальном оборудовании – фрезерных, токарных станках, затем на станках с ЧПУ. Дальше больше обучают работе на многоосевых станках с числовым программным управлением, после чего выдается диплом международного образца ХААС. Высший класс – это научиться писать программы для станков с ЧПУ. Здесь также готовы дать и такие знания по проектированию. Для работников промышленных предприятий республики на базе Центра автоматизированного машиностроения проводят семинары, в рамках которых местные и приглашенные лекторы рассказывают о современных методах обработки. В эти дни здесь ждут группу из Татарстана. На один из заводов Казани для производственных нужд закупили подобное оборудование. Теперь сотрудники завода должны научиться на нем работать. Для этого они и едут в Вишкар-Алу. Что касается студентов, в первую очередь радиотехнического и механика машиностроительного факультетов, для них занятия в Центре автоматизированного машиностроения начинаются уже с третьего курса обучения. Ведется здесь не только подготовка курсовых и дипломных, но и научно-исследовательских работ, в том числе в рамках проекта «Умник» – престижного молодежного научно-инновационного конкурса. Сейчас мы занимаемся в рамках проекта «Умник» электроавтоматикой, делаем систему ЧПУ на станок. После завершения «Умника» мы можем пойти на старт, также программа финансирования малых инновационных предприятий, можем открыть свое предприятие и заниматься дальше направлением своим. Думаю, что это мне в будущем, в дальнейшем пригодится. Очень нужны интересные навыки. Не только в плане как токарных дел, но и в плане электроники, создания новых каких-то прототипов моделей. Направление подготовки в плане как станков ЧПУ, к моему мнению, очень прогрессивное, в плане того, что даже устройство на дальнейшую работу не вызовет никаких затруднений, так как на рынке люди такой специальности требуются. Это была рубрика «Территория возможностей». Не забывайте, вы можете абсолютно все. Главное, чтобы вам почаще об этом говорили. До встречи! Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова